По всей республике продолжается обустройство ледовых переправ. Всего в этом году и должно открыться полсотни. Но у дорожников могут возникнуть проблемы из-за водителей, мешающих им работать. С подробностями Виталий Абрамов. Накануне в соцсетях начала распространяться видео с готовящейся переправы Хатасы Павловск, где недовольные автомобилисты скопились у въезда и комментируют перекрытие проезда с сотрудниками ГИБДД. В частности, о том, что УАЗик протаранил ДПСника. Сегодня мы отправились туда и встретились с сотрудниками экстренных служб, которые уже третий день дежурят тут. Никакой наезд на полицейского они не подтверждают. Ну вот, движение запрещено под знаку 3,2. Как проехали оттуда, если вот только что три машины приехали оттуда, мера штрафа 500 рублей. В управлении также опровергли эту информацию и напомнили об ответственности. Если бы такой факт имел место, то водителю пришлось бы нести уже уголовную ответственность по статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации за применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Данное деяние в зависимости от степени тяжести последствий влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Тем временем в комментариях к данному видео собралось еще больше недовольных. И отвечая на их вопрос, зачем они там стоят, могу сказать, что все это организовано, во-первых, для вашей же безопасности. Лед еще недостаточно прочный. И подтверждением к этому уже сегодня интернет запестрил новым видео. В МЧС о данном инциденте сообщений не поступало. В ведомстве начали проверку. Но предположительно это произошло в Алекминском Улусе. Многие говорят, что они знают лучше, когда можно ехать, когда нельзя. Что мы здесь специально, там чуть ли не деньги зарабатываем. Все же это не просто так решили поставить людей и все это самое. Люди проваливают, машины провалятся, люди гибнут. Из-за этого только для них. Так есть еще люди, которые сами рискуют на машине. Так они еще пытаются пассажиров перевезти. Вот в чем беда-то. Кроме того, выезжая на строящуюся переправу, автомобилисты только мешают дорожникам. Вот сейчас только подъезжал, вот. Ему машешь, уезжай, он лезет туда. Колея, эту колею снова надо заливать. Это опять где-то час-полтора приходится на этом месте работать. Это переезд, все это. Тем самым намеченные сроки открытия переправы Хатаса-Павлоск могут быть передвинуты. Производится намораживание льда. И если будут машины ездить, то они будут разрушать лед. И лед не замерзнет. То есть не будет достаточно толщины льда. Соответственно, сроки могут отодвинуться дальше. Так что автомобилисты таким образом делают хуже только себе. Да и всем нам. И плюс получают штрафы. Несмотря на все, дорожники пока, подчеркну пока, идут по плану. И хотят открыть переправу 21 ноября. Виталий Абрамов, Григорий Иннокентьев и Владимир Таюрский. НВК Саха. Якутск.